В этом году наш юбилейный год, 70 лет со дня отстывания, и 5 лет мы на этой территории уже находимся. Поэтому, благодаря вашему грамотному, мудрому решению о выносе нашего предприятия за пределы Минской городской черты, у нас посадочная полоса была всего лишь 1600 метров, не все самолеты мы могли принимать. Здесь у нас есть перспектива нашего предприятия. Это перрон 12 гектаров, 15 самолетов, сюда приходят самолеты, которые мы ремонтируем. Это для ремонта. Да, для ремонта, и потом в последующем мы... Что вы ремонтируете сегодня? Мы ремонтируем сегодня, продолжаем капитальный ремонт самолетов Ту-134, Як-40, техническое обслуживание самолетов Ил-76, вот на этой территории мы начали их обслуживать в 2017 году, Як-42, Як-52. За короткий промежуток времени мы освоили самолеты Boeing 737, Airbus 320 и сухой Superjet. Уже за 6 месяцев мы полностью закупили инструменты, купили оборудование, все необходимое. Сейчас просто чартерная программа, поэтому фактически сейчас все по 16 часов летают самолеты, зарабатывают деньги. Как только начнется осень, тут у нас уже будет не вмещаться, не будет хватать места. Поэтому мы строим следующий ангар, который будет универсальным. Он и для смывки, покраски наружных поверхностей самолетов, так и для технического обслуживания. То есть либо один самолет мы красим, либо три самолета обслуживаем. Ну, в самый час пик у нас здесь вообще реально не хватает места. Самая главная такая проблема. То есть вам желательно бы еще один курт? Еще в последующем, когда ведется в эксплуатацию этот ангар, то да, будет очень даже неплохо. У нас находится сейчас, вот как раз можно смотреть зрительно, вот один Як-40 А3, Камчатское авиационное предприятие. То есть этот самолет уже улетит на этой неделе, в субботу, он уже облетан, отремонтирован. Им уже и за 40 лет данному самолету, но они уникальны тем, что в России не так много аэродромов и аэропортов, которые бетонное покрытие, есть и грунтовое. Он выдерживает любые нагрузки. Это самолет Ту-134, который уже где-то прошел середину пути. У нас проходит ремонт 11 месяцев, капитальный ремонт. Это Ту-134? Да, вот это Ту-134. Двигатели вы вынимаете и везете на ремонт или как? Двигатели мы вынимаем, проводим дефектацию. В случае, если там какая-то трещина визуальная, там необходимый ремонт, то мы запаковываем в контейнеры и доставляем в место ремонта. Дальше представлены, мы представили то, что фактически наше перспективное направление. Например, амарт-стойка. Подъемники, на которых вывешиваются самолеты, они настолько универсальны, что получается, что одновременно поднимаются все три самолета. В случае, если где-то накоренился самолет, то автоматически останавливается. Далее, это тележки специальные для съема двигателей, дальше приспособления и сами тележки. С учетом того, что вот это уже куплено иностранное, уже сейчас купить проблема, то мы осваиваем это и импортозамещаем и будем делать. Надо поставить задачу, пусть сделаем. А мы сами делаем это. Это детали сборочной единицы, которые мы тоже изготавливаем сами, по группам. Это чай, это мизер фактически. Это вот то, что мы делаем для АМС-21. В этом году, до 1 января 2024 года, мы выпустим уже 6 тысяч деталей. Это обогреваемое стекло, которое делала раньше Константиновка Украина. Сейчас мы освоили все резинотехнические, то есть у нас есть своя литейка и рукава высокого давления. То есть полностью все это мы делаем и применяем. Это старое крыло, вы его сюда привезли. Это с самолета снимается. То, что легкосъемное, ну и небольшие негабаритные детали мы снимаем. Дефектируется металл, где он уставший, либо где вот... А что мы сверлим здесь? Здесь вот это заклепки. Мы их снимаем? Да, полностью высверливаются. Металл, если надо, убирается. Дальше он гнется под определенным углом и заклепывается. То есть если нужно заменить какой-то фрагмент, вы убираете заклепки, меняете его и новое. Да, получается практически, можно сказать, что мы капитальный ремонт, он новая жизнь для самолета. То есть все детали, которые есть, они меняются. Ничего, остается один каркас. Построить самолет дорогая вещь, поэтому надо ремонтировать. Ремонтировать, да. Ну, если все будут строить... Они ремонтопригодные, самолеты эти, долго держатся. Вот самолетам 50 лет, они летают, фу, тьфу, и еще, я думаю, что еще столько же будет летать. Субтитры сделал DimaTorzok